Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как можно удалить катышки с одежды. Существует несколько основных способов, но далеко не все из них безопасные, быстрые и эффективные. Итак, приступим. Существует такой способ, как использование бритвы или же маленьких ножничек. Скажу, что данный метод очень временно затратный, трудоемкий, и вероятность того, что вы порежете вещь, очень высока. Особенно, если у вас вещь связана не так вот плотно, как носок, а более объемная. Вот даже для резинки, допустим, бритва, либо ножнички могут быть очень небезопасны, и вы можете наделать очень много дырок. Поэтому эти два способа сразу убираем в сторону. Следующий способ – это использование скотча. На мой взгляд, данный метод малоэффективный, потому что скотч сам по себе не очень хорошо прилипает к тканям, да и катышки очень плотненько и крепко держатся на поверхности ткани. И даже руками не всегда легко их оторвать, а скотчем тем более. И скотч – это не воск для удаления волос при дебиляции. Прилипает он не очень эффективно. Вот я откручу новую ленту. Даже если мы плотненько попытаемся его прижать к ткани и потом резко отодрать, то есть скотч, в принципе, чистый. Тут нет никаких катышек. Есть небольшие ворсинки от ткани, но, в принципе, этот метод, я считаю, вообще неэффективным. Лучше не тратить на него время. Следующий метод – это использование расчески. Он довольно-таки хороший, если вам нужно удалить крупные катышки. Для этого желательно взять расческу, чтобы зубчики были как можно ближе расположены друг к дружке. То есть такой вариант не особо подойдет, разве что для очень больших катышек. А вот такой вот мелкий вариант вполне приемлем. Возьмем носок. Вот смотрите, катышки хорошо проходят. Они довольно-таки крупные. И вот часть осталась на расческе. Ну, таким вот способом, конечно, нужно будет многократно проходиться в разных направлениях, чтобы все-таки часть катышек ушла. Более-менее вещь стала выглядеть получше, но все же катышки остаются. То есть я считаю, данный метод хорош, но для очень крупных вариантов. Вот здесь вот сработало лучше. Ну, опять же, по времени довольно-таки затратный процесс. И последний вариант, который мне больше всего нравится, это использование вот такой машинки для удаления катышек. Ее купить можно довольно-таки просто. Стоит она мало. Суть работы машинки заключается в том, что катышки попадают внутрь сеточки. То есть в эти отверстия. Внутри находится лезвие. И оно довольно-таки плотно прижато к сеточке. Поэтому, если вы будете использовать данную машинку, но сильно нажимать на ткань, а ткань объемная, то в этом случае, конечно же, могут быть небольшие повреждения ткани. Ну, этот вариант может случиться, если у вас, допустим, очень крупная вязка. Если взять, к примеру, вот такую кофту, здесь очень крупная вязка. Даже если посмотреть вот со стороны, в профиль, скажем так, видны вот такие пупырышки на кофте, которые выпирают. Естественно, если у вас здесь на поверхности будут катышки, и вы будете работать машинкой еще и нажимать, то часть ниток, она может попасть в дырочки и будет срезана. В таком случае лучше всего кофту растянуть и при работе машинкой слегка, не надавливая, убирать эти катышки. И тогда у вас повреждений вообще не будет. Ну, из всех методов, которые я показала, с машинкой, работа с машинкой, это самый безопасный для вещи способ и очень быстрый. А теперь я покажу ее в работе. Машинка довольно-таки шумная, но справляется с своей задачей очень хорошо. Вот, посмотрите, какой идеальный получился результат. И вот здесь вот катышки для сравнения. Могу еще пройтись в районе носка, чтобы вы увидели мгновенный результат. То есть результат сразу налицо. Вот здесь вот я проходила с машинкой. И такие большие катышки очень легко, быстро убираются. Поэтому я считаю, вот данный способ, с такой машинкой, можете купить любую машинку от катышек, это наиболее эффективный, безопасный, быстрый способ. Вот здесь вот в контейнере набирается очень много катышек, посмотрите. Поэтому убрать такое руками, ножничками, либо скотчем, или даже расческой потребуется очень много времени, и процесс малоэффективный. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам удачной работы с катышками. И до новых видео!